привет народ ой я так устала я сегодня хотела снимать видео день со мной но в связи с тем что я подхватил какую-то заразу я вообще сама не своя и так что я просто сейчас вам покажу куда я сегодня ходила и что забирала и вообще что буду что сегодня вообще планируется вообще позавчера я была в суде и наверное там подхватил какой-то вирус потому что вчерашнего дня меня жутко колбасит причем это не похоже на простуду это больше похоже на отравление хотя ничего там не ела я с утра поела яичню и все и целый день в суде и вот вчерашнего дня у меня не переставая болит голова меня подташнивает у меня кружится голова мне очень-очень жарко причем температуры у меня нету жара у меня нет у меня холодный лоб при этом не прям как ну жар как будто жар короче колбасит и сегодня я хотела у меня должен был быть очень такой живенький насыщенный день вот а я все переписала весь день то есть у меня все планы поменялись очень сильно вот и сейчас покажу чё у меня сегодня планиру с половину делал я уже сделала вот только опоздала хотела к началу успеть встречи с президентом чуть-чуть опоздала на 15 минут зашла в магазин в магнит косметикс у нас открылся рядом посмотрите что за магазина денег король конечно делают очень много зашла еще в дикси что-то мне захотелось семечек у кого-то во влоге увидела так надо дикси еще далеко лук у меня закончился на заморозку это я в магните брала так семечки такие соленые это в дикси так вот эти вот сыпучие отруби какие там они овсяные это по тоже в дикси вот такой вот био йогурт биобаланс кефирный два в одном однопроцентный плюс пробиотики какие то туда еще входит в общем тоже это в дикси так и в магните еще взяла перцы хотела еще эти самые помидоры но там плохие были помидоры вот и потом значит чеки все в конце покажу потому что я запуталась когда я в какой магазин ходила вот в общем потом я зашла в другой магнит собственно там у нас который новый открылся там магниты магнит косметикса в одном здании там взяла огурцы три штуки так еще что-то захотелось мне вредного я была вот такой вот десерт не то что видели его там шоколадные со взбитыми сливками вот еще начали руки трястись просто жуть такое ощущение как будто я реально траванулась вот и еще также зашла fix price хотела взять свои луковые эти самые хлебцы их не было поэтому я взяла три вот таких вот пикантных так так и ой господи и один вот такой вот обычный соленые к сожалению моих луковых не было вот как то так так пока у меня батарейка окончательно не села давайте покажу что еще взяла так давайте с этой рекламой закончим так зашла в fix price взяла вот такие скотчи не знаю будет видно или нет на них светит у меня этот самый свет вот видите они такие это зеленый золотой фиолетовый и такой светло-светло-серо серо-голубой какой-то серебристый так я выбрала все разные вот такой синий фиолетовый зеленый и золотой кружочкой надеюсь что видно потому что у нас очень темно поэтому я включила этот самый фонарь на камере вот это значит красный горошек это вот фиолетовый такой горошек золотые треугольнички такая чешуйка синяя так и еще один зеленые сердечки очень мелкий фиолетовый горошек серебристый и опять фиолетовые кружочки вот и еще взяла попробовать приклеивать что то попробовать вот такие штампы новогодние для еженедельника может быть что то из этого получится конечно детская фигня но попробовать стоит вот и тут еще блокнотик такой прикольный новогодний все за 55 рублей ну и напоследок зашла я собственно в магнит косметикс вот вот у них сейчас такой каталог идет надо будет посмотреть может там что то вообще выгодное есть вот зашла чисто посмотреть гигиеническую помаду в подарок но что то там такие помады заоблачные 200 300 рублей это как бы я на такое не рассчитывала в итоге я взяла себе набор для вышивания такой вот котяру я думаю объяснять не стоит раз у нас дома кошка то все это теперь уже вот такой вот это формат 10 на 14 и вот такой вот с ромашками это 14 на 12 вот и еще маленький вот такой вот по моему сколько 11 на 9 так потом еще взяла значит вот такую маску это типа то ли глина то ли что то такое на пробу две штуки вот такие потом две штуки вот такие вот типа не знаю что ну это я думаю для тела использовать потому что тут написано можно для лица и для тела вот видите внизу вот это для лица это для тела и еще взяла зеленое вот это тоже для лица но это когда вот паришься в ванной там часа два-три вот это для распаривания пор вот так из масок все еще взяла вот такой крем магнит косметикс увидела ну вот для кутикулы мне надо ее размягчить и вообще слышала что ну козье молоко оно вроде хорошее я так почитала состав здесь довольно приличный и производство по-моему где это производство а ну в москве да производство изготовители в москве да больше ничего не написано вот такой козой на фоне вот и еще забыла взяла в магните там же два пакетика ванильного сахара не пойму покупал ванильный сахар не знаю куда он дел 7 пачек потерялись и ванилин вот такой кристаллический 6 упаковок вот и сейчас покажу вам чеки что там получилось по чекам так я все подряд буду потому что я не помню уже где что а вот перец и лук это рядом с домом у нас в магните так это фикс прайс вот еще вот носки взяла это я чуть позже покажу это я участвую в такой интересной акции так ну все видите на 500 рублей купилась не рассчитывала вообще так это у нас что это в диксе семечки отруби и кислое молочко так потом вот вот такой чек это магнит косметик собственно а нет это магнит обычный не косметик это вот другой магнит куда я в магнит косметик сходила а где они в одном здании так вот на 122 рубля всего лишь ну тут дешевые вот этот кристаллический ванилин на 1 рубль стоил вот и магнит косметикс у меня вот так вышло это набор для вышивания оказались два набора вообще вон один 300 почти а другой 220 за две штуки вот в общем я так не рассчитывала вот крем 35 рублей недорогой еще и 3 процента 0,3 процента скидка а завтра я вот что у нас какое сегодня число то где тут написано вот 23 а завтра у них 15 процентная скидка на весь ассортимент вот а я продевала вот они собственно я их просто из пакета вытаскиваю вот еще эти глины вот в общем глины буду пробовать иногда нужно знаете просто попариться в ванной чтобы все вышло а глина я знаю что она хорошо помогает в этом случае вот и сейчас я уберу все что нужно в холодильник и вернусь к вам я хочу вам кое-что рассказать интересная интересная акция сейчас все уберу и вернусь итак друзья давайте продолжим я уже все убрала в холодильник вот мне пришла посылка от снегурочки ну я адрес по понятным причинам скрыла потому что и вот он мне пришел подарочек такой большой тяжелый я даже не знаю что это там вообще внутри это такая прикольная была акция она проходила на сайте Дару Дар там нужно было до 1 декабря по моему зарегистрироваться ну как зарегистрироваться если уже есть там твоя страничка как бы ты уже дарил там что то то есть ну какие то особые условия в общем я ссылку оставлю вряд ли она уже активна можно будет почитать условия и поучаствовать в следующем году если будет желание в общем условия такова что ты пишешь как бы письмо Деду Морозу вот что бы ты хотел чтобы тебе подарили чем ты увлекаешься там какие то у тебя хобби или что то ну что то тебе хочется особенное вот все это пишешь и оставляешь свой почтовый адрес вот а в ответ тебе то есть твой Дед Мороз или Снегурочка она отправляет тебе подарок и ты не знаешь откуда этот подарок то есть от кого человека ты этого не знаешь и ты тоже отправляешь как бы посылку то есть присылают такое же письмо Деду Морозу вот и ты отправляешь посылку ты знаешь только адрес ты о человеке ничего не знаешь вот и в общем то моя посылка состоит вот так вот есть вот такие трехцветные носочки и все пока больше про нее ничего не буду говорить поскольку это сюрприз мало ли девочка смотрит вот давайте вместе с вами откроем мою большую посылку потому что я совершенно без понятия что внутри вот и меня этот вопрос очень интересует сейчас как-нибудь попробуем ее вот прям впервые в жизни прям вот при вас распаковываю потому что обычно я всегда все посылки заранее распаковываю вот адрес я по понятным причинам скрыла поскольку ну не думаю что как бы это целесообразно чужой адрес показывать и показывать свой вот есть такая огромная белая коробка так там вроде бы уже все она тут даже запечатана так сейчас посмотрим нифига не открывается так о ну понятное дело все упаковывают всегда в обувные коробки уи какая так ну это просто газета чтобы ничего не повредилось какая прелесть это типа как не знаю что это такое это типа новогодние брелки что ли короче так мне еще надо риск при этом настраивать вот я не знаю что это такое то типа брелков что ли извиняюсь за освещение пришлось включить свет поскольку со вспышкой у меня садится батарея я не знаю что это такое и здесь ничего не написано ну здесь нарисован бокал не знаю пределы на эти штучки честно говоря не знаю ну будем считать что это брелки потом вот такие интересные штучки из фетра а они наклейкой основе серебряные ну как это называется господи голова моя не варит вообще аппликация вот блин голова зидая моя так такие стразики видимо тоже наклейкой основе серебряные желтые синие зеленые и красные ну я думаю придумаю куда их деть хотя не знаю а такие сердечки я люблю тебя вот честно говоря такие вещи все для скрабукинга я скрабукингом по сути дела не занимаюсь два четыре шесть сердечков маленьких и три больших вот таких вот так потом что-то мне еще тут прислали картину какую-то это даже интересно и там еще что-то внутри так сейчас фу пакет грязный так сзади у нас поздравления вот такая вот живописная картина красиво сделано красиво приятно это у нас не буду целиком показывать вот дорогая елена поздравляю вас с новым 2017 годом хочу пожелать вам любви красоты и творческого вдохновения ваша снегурочка фрагмент картины саврасова зима холст масла ой господи вот такая вот красотень сейчас попробую все таки пока у меня камера не сдохла все таки передать вот более-менее четко получается надо все таки покупать камеру с автоматическим прицелом немножко краски по другому передаются хотя так даже лучше ну из-за освещения на самом деле картина такая более туманная грязноватенькая такая более серая на видео из-за освещения и не знаю из-за чего в общем она выглядит более светлой такой более красочной так и какие-то мне две книжечки подарили так куриный бульон для души то одна лучшая история которая открывает сердце исцеляет душу не знаю что это такое ну-ка давайте посмотрим вообще это кулинарное что-то или кулинарии вообще не имеет отношения так сейчас коробка тут пустая ну-ка так давайте как-то я не знаю даже интересно ой интересно ой так одной рукой знаете не очень удобно тем более тем более когда садится батарейка так вот так посмотрим что это такое это у нас что-то очень много предисловия оригиналь которые закрывает что это такое это так эммм это что-то типа рассказа что ли или нет честно говоря не могу понять что это такое и есть еще второй куриный бульон для души стоит одна история животных которая согревает сердце и наполняет его любовью эмм я не понимаю что это за книги то есть это вроде как не про куриный бульон а вроде как это какие-то рассказы вот судя по тексту но тут вот даже что Дуг Флойд писатель то есть это какие-то рассказы причем они короткие у всех свое название и есть вообще очень странные ну ладно в общем это какие-то непонятные книги так ну-ка тут что сзади написано феномен в истории книгоиздания самая продаваемая книга куриный бульон так маленькие истории ну да типа коротких рассказов так да тут в принципе то же самое написано стивен кови вот такие в общем интересные подарки которые вообще никак не связаны честно говоря с моим письмом которое я писала деду морозу вот вот такой наборчик очень интересный у меня конечно более скромный набор но я на самом деле просто не нашла то что хотела подарить Алис хулиганит с мышью ну да у меня более скромный подарок ну к сожалению да наверное так получается просто у меня нет сейчас возможности какие-то супер подарки придумывать ну может быть найду что-то еще что человеку пригодится просто мне не хочется знаете вот получается так что я написала в письме к деду морозу что я хочу а мне подарили подарили совершенно ненужные вещи я не хочу никого обидеть но скрапбукингом я не занимаюсь и мне придется эти вещи либо передаривать либо кому-то отдавать книжки конечно спасибо это интересно почитать детей у меня пока нет но я думаю что это интересно и мне будет почитать такие брелки пока не знаю может быть тоже придется кому-то дарить поскольку я мелочевку такую не люблю вот я когда читала письмо которое мне прислали девочка там конкретно указывала что она хочет и я постаралась как бы ее желание удовлетворить ну вот еще открытки хотела подарить но нигде не могу найти на почте тоже теперь такие не продают знаете когда надо было сзади писать адрес послание и марку приклеивать вот теперь такие открытки хрен найдешь вот и в общем то ну к сожалению у меня вот другому вот другого подарка нету возможности подарить вот в общем я к тому что у меня вот например нет другой возможности подарить что-то еще человеку а дарить человеку то что ему не нужно это не в моем вообще стиле то есть как бы я не люблю дарить вещи которые мне самой не пригодились я люблю дарить вещи практичные точно так же как люблю получать как бы в подарок вещи практичные вот и единственное что здесь вот действительно я упоминала в письме это книги за книги спасибо книги я оставлю я люблю когда дарят книги и считаю если не знаешь что подарить подари книгу вот а вот такие всякие штучки конечно спасибо но они мне не нужны вот я ничем таким не занимаюсь я думаю что буду это передаривать к сожалению но было приятно и неожиданно разворачивать такой подарок вот так что у меня подарок будет скромный и если я найду что-то из того что девочка пожелала я может быть еще туда вложу ну как бы есть сомнения вот но я вот свое мнение высказала то есть я люблю практичные подарки как принимать так и дарить поэтому не вижу смысла дарить человеку то что ему не нужно то что как бы мне не пригодилось а я вот решу человеку отдать а ей это тоже не нужно вот я уже тоже и сама сталкивалась с такими подарками не первый раз когда дарили то что не нужно вот в общем я думаю что понятно объяснила но снегурочке спасибо за подарок было очень приятно вот к сожалению пусть не обижается на меня снегурочка но мелочь я буду передаривать поскольку мне это ну мне эти вещи просто не пригодятся вот а за книжки отдельное спасибо и картины я оставлю спасибо большое живопись я люблю вот дико болит голова еще хотела зайти в аптеку взять левомиколь у меня ухо гноится из-за прокола этого вот хотя уже прошло очень много времени а вдруг началось какое-то воспаление и хотела еще взять какое-нибудь обезболивающее типа пенталгенео или что-нибудь потому что то которое к которому я не то что привыкла а которое мне помогает оно теперь по рецепту то есть его просто так не достать вот поэтому вот такой был странный день не удалось мне вас с собой взять я в очень плохом состоянии вот в общем не буду дальше хныкать и тянуть кота за яйца буду сейчас пить чай горячий перекушу потому что я так и не завтракала я с утра бегаю по магазинам и буду досматривать встречу с президентом поскольку половину уже пропустила вот всем пока подписывайтесь кто не подписался кто впервые меня смотрит и ставьте пальчики вверх комментарии оставляйте дельные только не надо мне писать что вы на меня подписались и поддерживайте мой канал и что у меня классные видео напишите что-нибудь дельное у меня такое настроение сегодня хреновое и не хочется видеть одни и те же дублированные штампованные комментарии напишите что-нибудь от души вот и что еще хочу сказать не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропускать новых видео моего канала поскольку это какая-то новая фишка на ютубе и иначе мой канал не будет у вас появляться в новостной линии или как новостная сетка в общем у вас на страничке в новостях моего канала не будет если на него не подписаться не поставить не нажать на колокольчик в общем ладно какая-то болтовня долгая получилась жду комментариев пальчик вверх и что еще хорошего настроения чтобы было чтобы голова у меня перестала болеть пока-пока до новых видео